На отчётном собрании депутатов Новонагаевского сельского совета прозвучали доклады руководителя бюджетных учреждений и главы сельского поселения. В прошлом году в Новонагаево была реализована программа «Городская среда». На средства федерального бюджета благоустроена придомовая территория многоквартирного дома номер один по улице Молодёжной. В деревне Ашит появилась детская игровая площадка. Обустройство её стало возможно благодаря программе «Реальные дела». Три года подряд населённый пункт участвовал в программе поддержки местных инициатив. За это время с помощью жителей Новонагаева удалось благоустроить местную школу. Но есть более важная задача на этот год. Актуальным вопросом для жителей у нас является отсутствие центрального водоснабжения села Новонагаева. На 2019 год мы планируем начать проектирование строительства линии уличного водоснабжения протяжённостью 11 километров. И думаем, что в 2019 году мы получим положительные заключения и на 2020-2021 года планируем включаться в программы республиканские или федеральные для финансирования строительства. В Новонагаевском сельском поселении организована работа по взаимодействию с жителями. Население задаёт свои вопросы или оставляет свои замечания по телефону или на личном приёме. Чаще всего люди обращаются в сельсовет самостоятельно. Из 900 обращений только 56 приходится на письменные заявления. Все заявления регистрируются в день обращения, рассматриваются в срок. На все поступившие обращения граждан были выданы квалифицированные ответы. Работа с обращением граждан находится на постоянном контроле. Также ежедневно поступает много телефонных звонков информационно-справочного характера, которые не входят в данный анализ. На личных приёмах поднимаются вопросы улучшения жилищных условий, в частности в оказании помощи в оформлении документов для постановки на учёт нуждающихся в вопросах благоустройства, земельных вопросов и вопросов освещения улиц. Отчётные заседания прошли во всех сельских поселениях Краснокамского района. Подведение итогов работы местных депутатов продолжалось в феврале и марте. Народные избранники наметили план работы на 2019 год, опираясь на указ президента страны и послание руководителя региона. Для этого выработан план работы «Дорожная карта», которая захватывает все направления работы, начиная с экономики, сельского хозяйства, культуры, образования, благоустройства населённых пунктов и многого ещё другого. Важным аспектом является и медицинское обслуживание, и молодёжная политика, решение вопросов развития спорта, досуга. И в связи с этим депутаты приняли самое активное участие в выработке этой программы, этого плана, которая будет реализовываться совместно с администрацией района, депутатским корпусом, сельскими поселениями и с органами республиканской власти.